Новый год праздник, когда своим близким принято дарить подарки. Для кого-то сюрпризы под елкой, выбор подарков родным, друзьям и коллегам даются с большой радостью, приятным предвкушением, а некоторые же терпеть не могут получать презенты, а кому-то сложно дается поиск того, что подарить другим людям. Вот это да! Знаете, предприниматели за ноябрь и декабрь делают выручку, которая сопоставима со всеми оставшимися месяцами в году. Спад продаж начинается с последних чисел декабря и длится где-то до 2-3 января, так как маркетплейсы не успевают доставить товар до Нового года. А дальше большинство граждан отдыхают и как-то не до покупок. И самыми популярными подарками на прошлый Новый год оказались конфеты, алкоголь и деликатесы. Их получили почти 30% опрошенных россиян. Еще 20% получили косметику, парфюмерию или бижутерию. Также популярными подарками оказались одежда и обувь. Их получили 16%. Чуть менее популярны сувениры, деньги, бытовые приборы. Немногие 7% получили в подарок мобильные телефоны, столько же подарочные сертификаты. Ювелирные украшения получили 5% респондентов. Еще 15% признали, что остались на Новый год без подарков. Какой ужас! В Новый год и Рождество вообще принято дарить подарки. Несмотря на искреннее желание, правда, порадовать родного человека, иногда подарок может попросту не подойти. Есть на это какие-то причины. Как новоиспеченному владельцу сдать или заменить такой презент? О способах вернуть подарки в магазины и кто в этом случае получит деньги, поговорим с нашей гостью. В студии Любовь Лехницкая. Юрист. Доброе утро. Доброе утро. Если говорить о том, что нельзя сдать в магазин, давайте вот от обратного пойдем. Какие товары не получатся вернуть за них деньги и что делать с товарами, которые, может быть, по скидке или на распродаже взяли? Постановлением правительства Российской Федерации утвержден ряд товаров. Это как раз косметика, бытовые сложные товары, телефоны. Все, что касается предметов нижнего белья, растений, парфюмерия, медикаменты. Те самые пресловутые носки, которые там приняты дарить. Да, да, это мы не вернем. Но большинство товаров мы имеем право вернуть. На это отводится 14 дней со следующего дня после приобретения этого товара. Здесь надо учитывать момент не фактического подарка, даты фактического подарка, фактической даты подарка, а именно день продажи этого товара. Вернуть мы можем. А если там распродажи или скидки были, это какие-то ограничения? Часто говорят в магазине. А у нас вот тут написано, что товар по акции не возвращает. Закон о защите прав потребителей, Гражданский кодекс данную категорию товара относит к обычному товару. Даже если товар продан даже с недостатком, либо по скидке, либо по акции, возвращаем по тем же правилам. А если купили его онлайн, оффлайн, это имеет значение? Разница какая-то есть в этом? Да, разница идет в сроках возврата. Ну, про онлайн здесь отдельная тема. Значит, 7 дней с момента получения товара. Причем стоит обратить внимание, предупредили вас о том, что 7 дней у вас на возврат, либо не предупредили. Если предупреждения нет, то идет 3 месяца. Но не забываем, что надо смотреть информацию и на сайте продавца. Такая информация, как правило, указывается. Так существует 7-дневный срок. Если товар в данный момент еще где-то передвигается по доставке, то в любой момент мы можем от него отказаться. А вот очень популярны в последнее время маркетплейсы. Можно еще раз? Пока получается, мой товар мне идет, неважно, где, в сроке, не в сроке, я имею право от него отказаться? Имеете право отказаться. И деньги вернут? Деньги вернут. А вот платный отказ, это законно? Платный отказ законно. Законодательство, это действительно всегда было на стороне продавца. Платный отказ законен. Вы возвращаете стоимость доставки. И также учитываем, что, допустим, если вы в 7-дневный срок отказываетесь, вы тоже стоимость доставки. Летит этот товар, прилетел этот товар. Стоимость доставки, если вас предупредили об этом, вы оплачиваете. Если товар крупногабаритный, свыше 5 килограмм, то за счет продавца товар, если вы его получили, доставляется обратно в маркетплейс, но вы это все оплачиваете. А если товар пришел с недостатком, это бесплатно. Ну, правила приличия как-то говорят нам о том, что перед тем, как подарить какую-то вещь, нужно снять с нее чек или все удалить, чтобы с чеком как-то не дарят. Ну, кроме самых предусмотрительных. И вот люди думают, ну, раз чека нет, то не могу вернуть. Так ли это? Свидетельские показания. Даже если вам подарок подарил другой человек, вы можете от себя потом написать заявление. Единственное, если это было онлайн, то будет возврат именно на карту того, кто приобретал. Если вы купили в магазине, вы можете от себя написать заявление. Закон это позволяет, но возникают определенные трудности. То есть продавец начинает говорить, что вот, давайте карту. Здесь, ну, такой нюанс, если не хотите очень долго возвращать, конечно, лучше попросить дарителя, чтобы он вам передал чек, либо на его карту были возвращены денежные средства. Хотя вы можете и на свою. Мало ли что произошло с дарителем, может, он переехал. Ну, вообще такая довольно хитрая схема. Но если вот, мне кажется, под боком есть грамотный юрист, тогда есть смысл проворачивать такую ситуацию. А так, мне кажется, самому лучше в такую антиру не лезть, да? Ну, вы знаете, сейчас потребитель достаточно такой уже... Подкованный. Подкованный, да. И кто обращается, тем более письменно. Потому что магазины, как правило, ну, может быть, не из своего юриста, но они также привлекают юристов. И такие проблемные покупатели, если закон на его стороне, ему не отказывают. Главное, письменно зафиксировать. Потому что кто-то пришел, сказал, ничего не произошло, уже там 14 дней прошло, 7 дней прошло. Потом обращаются, а ничто не зафиксировано. И, в принципе, он уже не может мне что-то ссылаться. А вот, вы знаете, очень наболевшая тема – подарочные сертификаты. Уже не первый раз я сталкивался с тем, что, например, мне друзья дарят подарочный сертификат. Мало того, что порой не все его принимают, если мы хотим его вернуть, это первый момент. А второй момент – оказывается, подарочные сертификаты бессрочны. Ну, не смотря на то, что написано. Да, а оказывается написано, действительно, да, полгода или год. Вот, пожалуйста, помогите с этими сертификатами разобраться еще. Сертификаты – это возвратно. Это авансовый платеж, вы имеете право вернуть. Также рекомендую письменно обращаться. Кроме того, если вы воспользовались частью этого сертификата на 5 тысяч, вы купили на 3 тысячи, пишите претензии, пишите заявления. Если вам не возвращают оставшуюся часть неиспользованную, все это возвратно. Также срока годности не существует. Это авансовый платеж, и вы ничего еще не приобрели. А вот билеты в кино, на концерты, их можно вернуть? С 2020 года стало проблемнее их вернуть. То есть существуют сроки, если вы за 10 дней обратились, вам вернут 100% стоимость, если вы обратились за 5 дней, вам вернут 50%, процентов стоимости 3 дня 30%, если обратились позже, не вернут. Но есть, опять же, исключение. Если вы заболели, либо, не дай бог, там что-то с родственником случилось, ну там смерть или еще что-то, вы обращаетесь к продавцу, либо в ту фирму, где вы приобретали, неважно, онлайн, оффлайн, неважно, вы обращаетесь письменно через сайт в кассу, что «хочу вернуть деньги». Подтверждающие документы в виде справок о болезни, либо каких-то ситуаций, вы можете донести в течение 14 дней после обращения. Ну а если вы просто передумали и пришли за 2 дня, то вам деньги не вернут. Да, но и тут надо учитывать, что если вы покупали что-то по акции, там по Беглиону, там скидочной, там 2 билета, здесь у прокатчиков есть право самим разработать правила и в таких случаях отказать. Такой нюанс. В течение какого времени вообще продавец нам обязан вернуть деньги по закону за вернутый товар? Три дня рассматриваются ваши требования, затем идет три дня на возврат. Это качественный товар. Если некачественный, это идет 10 дней. Если вдруг дополнительная проверка за некачественный, на некачественный товар назначена, там может продлиться до 20 дней проверка, потом будут возвращать деньги до 10 дней. Не забываем про транзакции банка. Если вдруг денежные средства вам не поступили, тоже рекомендуют сейчас обратиться в банк, потому что бывает, блокируются эти суммы, сталкивалась сама, действительно такое есть, они разблокировали, и продавец не виноват. Поэтому тоже в принципе все. Вот, кстати, по поводу некачественного товара, так называемая экспертиза. Вот вы приносите, продавец говорит, ну, несите, делайте экспертизу. За чей еще делается вот эта экспертиза? Если вы обратились и у продавца требуете провести экспертизу, то продавец обязан ее провести. Причем сроки вы согласовываете, с законом предусмотрено до 20 дней. Продавец, как правило, может бумагу вам дать, где написано до 45 дней. Если вы ее подписали, это ваше право продлить хоть до 120 дней эту экспертизу. А если вы хотите, чтобы в 10-дневный срок, допустим, провели, пишите в заявлении 10-дневный срок. Но главное, чтобы он был разумный, потому что если продавец будет обращаться не в торговую промышленную палату, в какую-нибудь судебную экспертизу или государственную, там сроки растянутся, и продавец будет прав, потому что вы, допустим, срок не указали. То есть вот эти нюансы фиксируйте, и они вам потом будут... Давайте услугивим ситуацию. Вот я вижу, что, например, на каком-то товаре есть явный дефект, а экспертиза говорит, что дефекта нет, которую провел продавец. Тут как поступать? Здесь такой двоякий момент. Вообще, как юрист, я вам должна рекомендовать провести самому эту независимую экспертизу. И у вас будет две экспертизы, но они изначально будут спорными, а не две. Поэтому в такой ситуации, если тем более дорогостоящий товар, тогда проще без проведения самостоятельной экспертизы, но вы уверены, что что-то существует, обратиться в судебные органы. Мы знаем, что суды встают на сторону потребителя. В судебном процессе назначается независимая экспертиза. И эта независимая экспертиза, она может быть отнесена, ну, как правило, относится на сторону оплаты продавца. Продавец ее оплачивает. Но учитываем, если вдруг независимая экспертиза, которую вы будете согласовывать, место, где будет проводиться она. Ну, судья сам определит, какое из этих мест предложены. Но если она будет не в вашу пользу, вы оплатите продавцу и судебную экспертизу, и траты на его экспертизу. То есть здесь, если вы сами разбили дорогостоящий товар или его повредили, вскрыли, может быть, здесь надо быть аккуратным, быть уверенным. Я уже переживаю, Илья. Если что, другие вопросы можно лично будет задать. У нас еще после эфира есть время, возможность созвониться. Можно же вам написать, что... Не отвечайте, ладно. Спасибо большое за интервью. Вы очень хорошо на все ответили, все разъяснили. Спасибо. Спасибо. В студии Любовь Лихницкая, юрист.